Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта. Добрый день. Я уже по вам соскучилась. У меня много всяких тем для рассказов. Я все время думаю о том, что выбрать. Лето – это пора фестивалей. И сейчас начинается фестиваль, начался уже в Авеньоне, самый престижный театральный фестиваль Европы. Я 25 числа попробую рассказать о разных фестивалях, которые происходят летом в Европе, и чем они интересны, и, может быть, зачем туда ездить, и почему отпуск можно провести не на море, не в деревне, не на озере, не в горах, а именно на театральном фестивале. Вот об этом постараюсь рассказать в следующий раз. А сегодня у меня давно подготовленная тема, и мне она очень важна и интересна, потому что мы с вами уже разговаривали о фестивале в Клайпеде. Это был рассказ немножко о литовском театре, о том фестивале, который я там видела. Еще я хочу вам рассказать о том, что происходит в другой соседней стране, в Эстонии, в Таллине и в Нарве. Потому что я была в обоих городах, смотрела спектакли, и что самое важное, что я хочу вам сейчас рассказать, мы все-таки, я делаю эту программу на русскоязычном радио в Риге. И драматический театр имеет определенную особенность. Для нас, зрителей драматического театра, всегда сложно смотреть спектакли в других странах на чужом языке, потому что, конечно, драматургия – это в первую очередь язык. И вот этот языковой барьер, который мы получаем, приходя смотреть спектакли на незнакомом языке, и даже если мы с большими усилиями учим английский, немецкий, французский, латышский, тем не менее, все равно мы никогда не знаем этот язык таким прекрасным образом, за редким исключением, некоторые люди, конечно, прекрасно владеют чужим языком, что для нас является сложностью воспринимать спектакли на чужом языке. В этом проблема драматических театров, и никакие титры никогда не передают те особенности, которые зритель может получить, глядя на спектакль на своем языке. Так вот, почему Эстония, почему Таллинн и почему Нарва? Я расскажу вам сегодня, потому что это тот самый вариант, когда вы можете поехать в Таллинн, погулять, посмотреть старый город, залезть на самую высокую точку старого города, Выжгород, пообедать в местных ресторанах, в которых всегда очень много людей, но очень вкусно кормят, и остаться на вечер в Таллине и посмотреть спектакль, потому что там есть спектакли на русском языке. Именно те, о которых я вам сегодня расскажу, и именно в рамках той программы, которая, мне кажется, очень интересной в Эстонии, на площадке под названием «Ваба Лава» и в независимом театре, который называется «РААМ». Есть такой продюсер в Эстонии и режиссер театральный, его зовут Март Найус. Он уже больше 10 лет работает с российскими режиссерами. Его театральный проект называется «РААМ». Начинал он с того, что ставил спектакли, и он один из тех инициаторов большой программы, может быть, вы кто-то об этом слышали в Эстонии, каждое лето театры выезжают в деревни на берега моря, на берега озер, рек, арендуют за какие-то символические деньги старые амбары, оборудуют их под простые театральные площадки и играют в свои спектакли вне своего постоянного места. Это поддерживает интерес к театру в небольших городах, это поддерживает интерес к этим деревням, куда можно приехать и посмотреть спектакли из Таллина. И вот сейчас целая программа, на которую он меня звал, Март Найус звал приехать посмотреть, у него в разных городах идут разные его спектакли, поставленные и играющиеся постоянно в Таллине. Дальше из этой программы он начал выращивать идею приглашения русских молодых режиссеров. Почему именно русских молодых, мы с вами услышим от него лично. И потом потихоньку, когда он понял, что у него этот проект разрастается, он написал большой проект для Культур-Капиталфонд в Эстонии, и его поддержали по организации свободной площадки, собственно, Ваба-Лава так и называется, это свободное пространство. Район называется Телескиви, может быть, кто-то из вас уже был там. Это в Таллине за вокзалом старый рынок, который теперь перестроен и переоборудован. У него огромный фудкорт внизу, очень вкусные маленькие кафешечки, от стойки можно есть, разные коктейли, специфическая еда местная, магазин конфет, ну, в общем, все, что нравится, рыба уже из озер эстонских. И когда вы проходите насквозь этот большой фудкорт, этот рынок, то вы попадаете в район Телескиви. Это индустриальный район, который больше 10 лет назад стал застраиваться дизайнерскими пространствами, там начали открываться ресторанчики, магазинчики. Он потихоньку начал обрастать такой современной жизнью. И в одном из цехов, зданий цехов, как раз Март Меус со своими коллегами и запустил площадку под названием Ваба-Лава, свободную площадку, которая является сейчас очень востребованным пространством. Там работают не только театры, там и концерты проводятся, и гастрольные программы проводятся. И есть собственная программа театральная, потому что все-таки изначально это театральный центр. И у него есть такой очень хороший принцип – на каждые два года избирается новый художественный куратор. И вот как раз в мае 2010 года площадка была открыта, еще не было там такой активной жизни, которую можно наблюдать сейчас в районе Телескиви. И первым куратором первых двух лет был российский специалист по театру, который в свое время сделал прекрасный театр в Екатеринбурге, запустил массу драматургических и режиссерских лабораторий по всей России, по всем регионам, вырастил целое поколение молодых режиссеров Олег Лаевский. Он был приглашен Мартем Меусом на первые два года, и была сделана специальная программа по приглашению не только российских молодых режиссеров, но и по работе, мастер-классам, по работе с балтийскими молодыми людьми и с приглашением еще кого-то. Следующие два года, вот сейчас уже закончился этот период, была французская программа, пригласили французского специалиста собрать программу на два года, и, конечно, там уже было больше работы с западноевропейскими молодыми людьми. И вот следующие два года «Ваблава» – это программа, которую собрал литовский драматург Марису Вашкевичу. Об этом я вам тоже расскажу в этой программе. А сейчас я хочу дать слово Марту Меусу, с которым я встречалась в Таллине, и он мне немножко говорил, он говорит медленно. Надо отдать ему должное, потому что он не говорил по-русски до того, как начал работать над этим проектом. То есть, собственно, он начал учить русский язык параллельно с той работой, которую он начал делать на площадке «Ваблава». Но он очень четко понимает, зачем он делает большую программу по обмену с российскими молодыми режиссерами. Вот об этом он говорит. Ну, конечно, если мы думаем, что Россия есть где-то 700 театров, и 100 не только таких пальцев, может быть, 10, но мы маленькие театральные страны. Но театральные? Ну, театральные, да. У нас репертуарный театр все-таки есть, и много частных театров. Но такого репертуарного системы нет даже в стране Европы, наверное. Скажи, а интересно эстонским актерам работать с русскими режиссерами? Ну, конечно. Конечно. Вот что у нас беда. Поэтому, что в маленькой стране нет такого режиссерского школы. Россия есть хорошая режиссерская школа, и все-таки большой конкуренция. У нас конкуренции вообще-то нет сейчас. И все, кто хочет поставить, может. Я же могли, если я хочу. Если я какой-то хороший спектакль увижу, тогда я думаю, что эстонским актерам было бы очень интересно работать с этим режиссером. И поэтому я приглашу, чтобы... У нас уже так, что у нас очень много свободных актеров, кто не работает в театре. Очень много свободных актеров. Есть профсоюз актерский в Эстонии. Есть вот эта летняя программа, когда спектакли выезжают, и не только готовые спектакли, а создаются специально спектакли для летней программы, для выезда в деревни, в маленькие городочки, на курорты, в туристические привлекательные места. Для них специально создаются спектакли, играются только в течение летнего сезона, и потом закрываются. И, как сказал Мартни, что эстонские артисты очень хорошие артисты, и им очень важно работать с хорошим, интересным режиссером. Именно поэтому вот этот опыт привлечения молодых режиссеров нового поколения из России, а надо отдать должное российскому театру, сейчас там действительно подросло очень много интересных молодых режиссеров, очень разных, каждый из которых особенный, со своим взглядом на театр, со своими личными даже техниками работами с артистами. И этот опыт, который он запустил в 2010 году, он принес определенные результаты. Вот, может быть, вы слышали про такой феномен якутское кино. Если нет, то я вам очень советую посмотреть это в интернете, погуглить, потому что в Якутии появилось очень интересное поколение новых молодых кинорежиссеров. И якутское кино, которое создается в Якутии, просто внутри, в одной республике, практически собственными силами, оно начало завоевывать мир. Оно участвует во всех кинофестивалях, получает какие-то премии, вообще какой-то просто шквал интереса к молодым якутским режиссерам и кинодеятелям. И вот как раз из Якутии появился такой очень интересный режиссер Сергей Потапов, которого Олег Лаевский привез в Таллин, и он поставил там спектакль «Оборотень». Это по пьесе эстонского драматурга о том, как девочку, дочку некой ведьмы удочерила семья, и как они дальше потом вместе живут. И этот спектакль уже принял участие, у него уже долгая очень жизнь, этот спектакль принял участие более чем в 11 фестивалях, и не только в России, а по всей Европе. Они даже ездили в Чили, в Южную Америку, объездили все европейские фестивали. И он до сих пор идет, он до сих пор востребован, этот спектакль. Вслед за этим привозили других режиссеров, и Март Мэллс очень много работает с фестивалем малых городов России, который делает Театр наций, и каждый раз ездит смотреть, кто там новый появится из малых городов, какие маленькие спектакли, небольшие, для того, чтобы сразу отловить новое имя и притащить его к себе в бабу-лаву. И вот Сергей Потапов поставил спектакль «Оборотень», и результатом этой работы в Эстонии стал еще следующий спектакль, который я вам очень рекомендую попробовать как-нибудь поехать посмотреть. Это Ричард Третий в Театре русской драмы в Таллине. Вот этот вот якутский, прекрасный, молодой человек поставил очень интересный спектакль на большой сцене русского театра драматического. Чем еще можно гордиться свабы-лавой? А тем, что год назад Культур-капитал фонд и Министерство культуры и поддержали Март Меуса, и его проект, который он запустил уже в другом городе, в Нарве, это пограничный город, который вы, наверное, тоже знаете, пополам делится рекой, половина Ивангород, который относится к России, половина Нарва, который относится к Эстонии. А по сути, в общем, это был всегда один город раньше, и люди, в общем, привыкли жить в определенном стиле. И Нарва, она, в общем, часть какого-то даже российского пространства. Там очень много живет людей русскоязычных. Это особенный город приграничный. И в Нарве в декабре прошлого года, 18-го года, открылась вторая площадка Ваблава на территории старого завода электрических изделий, недалеко от границы, как раз, граничного пункта пересечения в Ивангород. И спектакли там в основном играются на русском языке. Поэтому программу, которую готовит Март Меус для той площадки и вместе со своими коллегами, которые руководят программой на Вабелова в Нарве. Это спектакль, который поставил как раз тоже молодой российский режиссер Дмитрий Егоров. Он поставил спектакль «Транзит». Я его не видела, не успела, но я в январе ездила в Нарву смотреть премьеру спектакля режиссера Юрия Муравицкого, обладателя приза «Золотая маска» в свое время за хороший спектакль, поставленный в Театре Док. Он поставил пьесу польского драматурга Павла Демирского «Не удивляйся, когда придут поджигать твой дом, это пьеса, написанная журналистом, человеком, которому очень интересны проблемы социального развития общества, и посвящена она трагедии на заводе холодильников в Польше, когда погиб рабочий от несоблюдения правил техники безопасности, и все на этом построено. Но пьеса, сам спектакль придуман очень интересным образом, музыка, техно является частью спектакля, и движение актеров, и их игра, она очень непривычная, но она абсолютно завораживает. И актеры, это совместная продукция Нарва Вавлова и русского театра драмы в Таллине, актеры прекрасные совершенно, и не боятся рисковать, не боятся играть, абсолютно доверились режиссеру Юрию Муравицкому, и это очень хороший результат. И надо сказать, что Юрий работал с музыкантом из Эстонии и с художниками из Эстонии, с которыми у него уже не первый проект, и вот очень интересный взгляд, когда такая смесь есть, да, эстонские художники, русский режиссер, польская драматургия и актеры русского театра в Таллине. Если будет получаться, они играют и в Нарве, и в Таллине на малой сцене, русского драматического театра. Я бы рекомендовала посмотреть. Третий спектакль, который поставили в Нарве, который тоже играется и в Нарве, и в Таллине, но уже на площадке Ваба-Лава, я его посмотрела, это спектакль, документальный спектакль «Личная история актрисы и режиссера Юлии Аук». Вы могли ее видеть в кино, она очень много снимается, очень востребованная. Играла императрицу, и работает в Гоголь-центре, и очень много пишет, выступает на радио, на телевидении. Но я думаю, что вы ее знаете. У нее корни эстонские, она выросла как раз в Нарве, и она поставила спектакль, который называется «Моя эстонская бабушка». Играют в нем артисты бывшего, очень известного эстонского театра «Но-99», который закрылся в прошлом году. И вот они как раз таким небольшим коллективом перешли в этот спектакль, работали с Юлией Аук. Спектакль очень трогательный, очень интересный. Он как раз о том, как восстанавливаются корни, как теряются возможности. Немножко о Юлии, и немножко о ее детстве, и о тех людях, с которыми она выросла. И об истории Эстонии тоже, 20 века. Это очень хороший спектакль. На площадке «Вабблавы» в Нарве, поскольку Нарва близко находится к Санкт-Петербургу, разработана очень большая программа взаимоотношений с Санкт-Петербургом, и с театрами из Петербурга. И есть у «Вабблавы» партнерство с фестивалем в Санкт-Петербурге «Балтийский дом» и с разными театрами. Вот как раз 25 числа, июля сейчас в Нарве будут результаты показаны лабораторией в «Ивангорде», которая делается фестивалем малых городов «Театр наций». Несколько показов будут сделаны в Нарве, я поеду смотреть. Там в том числе будет режиссер Георгий Сурков, который вырос и работает в Латвии, и новый продукт, проект Юлии Аук. Аук тоже будет из «Ивангорода». То есть, собственно, фестиваль малых городов будет проводиться в «Ивангороде», но по партнерским отношениям он будет показан результаты уже на площадке «Ваббалава» в Нарме. И Март Меос тоже рассказывает о том, какие у него контакты с Санкт-Петербургом, почему для него это важно и интересно. «Пальтом» все-таки, ну, «Пальтом» они партнеры «Ваббалава» сейчас. Мы делали новый европейский проект, и у них есть опыт такого международного действия. Они все-таки этот самый большой фестиваль в Питере, наверное, ну, «Радуга» тоже там. И они партнеры сейчас в одном проекте. Мы должны делать вместе что-то в Нарве. Ну вот, а давай тогда про Нарву поговорим. Это же вот открылась площадка новая в Нарве, которую ты инициировал. Это вторая «Ваббалава», правильно я понимаю? И она открылась в декабре. Да. И вот за это время у тебя там уже, у вас там уже две премьеры случилось? Три даже. Это «Муравицкий», да? «Транзитполь», да. Беревый, самый первый. А «Транзит» кто поставил? Митя Егоров. Митя Егоров поставил «Транзит», Юрий Муравицкий поставил, не удивляйся, когда придут поджигать ТВ-дом. Это вместе с русским театром в Тарине. И вот моя эстонская бабушка, да? Юлия Аук. Которая поставила Юлия Аук. И у тебя впереди сейчас фестиваль питерских театров там. Скажи мне, пожалуйста, ну вот эти вот гастроли русских театров в Нарве, они у тебя предполагаются в перспективе постоянными? Да, каждый год. Это будет площадка для русскоязычного театра? Ну, мы очень делать и тогда каждый год, может быть, в следующий раз сделаем в Еврале и приглашаем где-то пять театров уже. И тоже думаем, какие они... Ну, тогда, чтобы были разные. Да, это будут разные, да, программы у тебя. Но будут связаны с русским театром. Я почему спрашиваю? Потому что, в общем, из Риги до Нарва доехать не трудно. Да, конечно. И поэтому, если люди хотят увидеть какое-то хорошее русское искусство, которого не показывают театральное в Риге, то всегда можно доехать до Нарва и посмотреть ваши фестивали. Конечно, конечно. Это для нас полезно. Давай будем думать об этом. Окей. Так что мы будем думать об этом. Я буду анонсировать обязательно эти программы, потому что одно дело поехать в Санкт-Петербург, другое дело доехать до Нарвы или до Таллина. И я возвращаюсь к тому, что в ближайшие два года программным директором театральной программы «Ваблава» является Мариус Ивашкевичус, драматург, который написал очень много пьес в Литве и поставили... Их ставят и Туминос, и Коршуновос. И последние годы он очень много работал с театром Маяковского в Москве. И он очень интересный человек и драматург. Он журналист, он писатель, он пишет сейчас роман. И Мариус решил, что в эти два года, которые он курирует проект, он будет собирать молодых балтийских режиссеров. И вот можно гордиться тем, что в этой программе будут принимать участие два режиссера из Латвии. Это Валтер Силлис и Элмар Свиньковс. То есть два спектакля будут поставлены в Таллине латышскими режиссерами. Мариус также пригласил из Москвы режиссера Никиту Кобелева. Вы можете узнать Никиту, и я вам очень рекомендую не пропустить премьера осенью в Национальном театре Латвии. Он готовит спектакль «Ревизор». Мы об этом тоже поговорим попозже. поподробнее, я надеюсь, и, может быть, даже с его каким-то комментарием. А сейчас я напоминаю, что 25 числа будут показы режиссера Георгия Суркова и Юлии Аук в Норве, и там будет также показ спектакля одного из Петербурга, Петербурга, и то, что было сделано в Ивангороде. И, возвращаясь к тому, что можно доехать до Таллина, и в Таллине есть русский драматический театр, который в последние годы возглавляет коллега по московскому театру Иосифа Рахельгауза, который работал там долгие годы, работал там на драматургических фестивалях, был помощником Иосифа Рахельгауза, ставил сам там спектакли. Сейчас он стал руководителем русского театра драмы в Таллине, Филипп Лось, и в этом сезоне с ним работала драматург Ярослава Полинович, и в следующем сезоне, в сентябре, 12 сентября в Таллине в русском театре премьера спектакля «Дом Прозоровых» 40 лет спустя это экспериментальная постановка на большой сцене, продолжение истории трех сестер, которые написали как раз Ярослава Полиновича и драматург, и Полина Бородина, приглашенная специально для этого, это такая проекция в 41-й год о том, что случилось с сестрами в тот период времени, и 20 сентября очень интересный проект, который будет премьером в Таллине, режиссер Денис Азаров, очень известный режиссер сейчас в России, ставит для русского драматического театра в Таллине спектакль «Руслан и Людмила». Как мы понимаем, это играется все на русском языке, проблемы с языковым барьером у нас нет, поэтому я вам всем очень рекомендую попробовать, выстроить свою жизнь и поехать посмотреть новые спектакли и в «Бабелабе» в Таллине, и в «Нарве», и в русском театре драмы в Таллине тоже. Спасибо большое, и в следующий раз про летние театральные фестивали. Всего доброго!